Рекламно-информационная программа. Крупный план. 13 часов 5 минут в нашем городе продолжается цикл передач встречи с безалкогольным повторником. Именно в это время Владимира Маматова, пресс-секретаря компании Ветич, я приветствую в нашей студии. Владимир Сметанин, меня зовут. Слава, я приветствую. Радиоослушатели, добрый день. Ты знаешь, СМИ нас опять пугают с очередной новостью о том, что что-то к Земле приближается там из просторов космических. Мы не имеем к этому никакого. Какой-то астероид, размером с футбольной полей. Ветич не имеет никакого отношения к СМИ. Слушай, а было бы здорово в поддержании того, что Ветич на слуху, Ветич обсуждают. Можно было бы что-нибудь подсуетиться и такое, смотрите, чем мы хуже Илона Маска. Вон, смотрите, Ветич там. Ну, понятно. Что-то запустил. Нет, с Илоном Маском, да. То есть, если бы на борту этого корабля, который он отправляет, было написано крупный Ветич, это было бы неплохо. Здорово, круто. Вопрос, правда, сколько это будет стоить? Я боюсь, что бюджет компании лет запят. Ну, Илон, конечно, создает ощущение такого парня-то своего, с которым можно договориться. Я бы не думал в этом направлении, в принципе. Вот меня вообще удивляет, конечно, вся эта история. Вся Россия следит. Ну, как вся, ну, многие, да, следят, там, смотрят трансляцию, как стыковался корабль с МКС и так далее и тому подобное. Ну, в общем, Роскосмос по сравнению с этим, он где-то там вообще на заду. Потому что это напоминает прекрасные советские годы, когда у нас стыковались, слетали, были космонавты, были полеты. И вся страна еще жива ощущением того, что скоро-скоро, и мы коммунизируем тот самый Марс. Ну, видимо, пока у нас только батуты. Ну, да, другие времена, другие нравы, как говорится. Я хотел тут сыграть просто, да, вот такая внешняя угроза, да, что-то там летит из космоса. И внутренние угрозы. Вот тут тоже бы сейчас хотелось поразмышлять. Да, внутренние угрозы, невнимание к местным производителям. А, ты об этом. Да. Ты решил, от астероида перегиб? Да. Вот я упорно не могу пока соединить Вятич и астероид, да. Нет, мы не будем соединять, вот я говорю, внешние угрозы и внутренние, да. Невнимание к местным производителям, к своим силам, к чаяниям их, к советам, к рекомендациям. Мы, глядишь, мы могли бы изменить многое в лучшую сторону, если бы действительно власти нашего региона прислушивались к тому, о чем мы в том числе и здесь говорим, да, инициативы, продвигаемые заводом Вятич. Я очень скептически отношусь к личным усилиям, в принципе. Камень вода точит. Я этого придерживаюсь. Да, но только в том случае, если есть система. То есть, если есть системный подход, если есть системный подход, то да, капля будет точить камень. А если у тебя хаотичные усилия, откуда она возьмется, извини меня, пожалуйста? То точит, то не точит. Нет, это вообще не разговор. То есть, и когда ты говоришь там об управлении, об экономике, об всем остальном, у меня всегда, вот, когда люди начинают говорить на эту тему, один единственный вопрос. Ребята, какова система распределения прибыли в этом обществе? Как распределяются материальные блага? Вот в социализме было все понятно, да, вроде как все поровну декларировалось, по крайней мере. Это декларация. Декларировалось, да. Декларация, если мы чуть копнем социалистическую экономику внимательно, мы увидим очень много интересных моментов. Я прекрасно помню фарсовщиков на Невском. Статью, по которой в 88, это бабочка называлась, но тебе интересно будет. Это статья за валютные махинации. Так вот, все фарсовщики, если вам сказать бабочка, если человек в прошлом был фарсовщиком, это тест. Он сразу среагирует. Да, сразу в нем. Конечно. Глаза забегают, заискрятся недобрым светом. Экономика, это была потрясающая конструкция из вороватых чиновников, таких же точно, но в маленьком масштабе. Из гигантского воровства на партийном уровне, которое периодически раскрывалось и засовывалось под сукно. Из безумных перекосов планирования, потому что когда, ну, опять мы уходим в автопик, но когда Косыгину фактически не дали внедритель формы этого, как раз то, там совпало так, нашли нефть и пошли деньги, нашли кормилицу матушку, нашли нефть, пошли денежки, и все реформы были под сукно. А единственное, что могло вытащить, это реформы. Посмотри на Китай, там все понятно, у них нефти не было. Не, просто глядя сейчас на действующие структуры и действующих лиц многих, чтобы актуализировать то, о чем мы говорим, мне кажется, ноги-то оттуда и растут зачастую. Ноги растут из халявы. Из халявы. Из халявы. Они просто растут из халявы. Зачем прикладывать усилия, зачем прилагать усилия к чему-то, что находится под боком, да, и самое главное, что может принести деньги. Зачем? Когда Москва тебе заплатит, когда ты получишь трансфер, когда ты получишь налоговые отчисления, правда, непонятно уже, откуда их получать, потому что, я тебе говорю, около миллиона компаний закроются в августе по стране, да? Ну, это мы такой прогноз озвучим в рамках наших передач. Самое интересное, это официальный прогноз. То ли, я не помню, то ли ведомости, то ли известия. То есть, это такой скромный официальный прогноз. В реальности, я думаю, будет круче. То есть, несколько миллионов безработных у нас будут. То есть, в полной мере мы еще не ощутили все ужасы и последствия от того, что происходит в последние несколько месяцев. Я бы не говорил об ужасах. Ну, ужасы — это гражданская война, понимаешь? Великая Отечественная. Да, вот это реальные ужасы. То есть, когда, честно говоря, 9 мая, у меня такое двойственное отношение к празднику, да, на самом деле. Потому что я прекрасно помню по рассказам своих покойных, дед, бабка и так далее, я прекрасно помню, что это такое, и как люди на самом деле воспринимали войну. Там не то, что пафоса, не то, что можем повторить, не дай бог повториться, не дай бог. Это не то, что не надо, это страшно, реально страшно. И это полное безумие самое настоящее, где еще надо выжить вдобавок к этому безумию. Так какой там пафос, какие пароды, ребята? Нет, я твои мысли, безусловно, разделяю, потому что я в своей жизни тоже неоднократно видел, что ударят ветеранам, реально воевавшим, да, на фронтах Великой Отечественной. Я видел эту палку колбасы, я видел эту бутылку водки много лет назад. Но отношения к поживым в нашей стране говорить просто не хочется, потому что там начинаются одни неправо-аминские урожения. Ладно, давай уже ближе к нашему любимому занятию. А безалкогольным? Нет, только безалкогольным. Мы делаем сейчас каждые две недели, мы загоняем эту партию 23. Ну, то есть, считайте, первая была в начале мая, о которой мы говорили, потом в конце мая, вот на прошлой неделе мы говорили, и сейчас периодичность в две недели. Пока периодичность раз в две недели. То есть, немцы понимают прекрасно, что качество есть, все есть. Это пиво стандартное, то есть, это пиво сваренное. Безалкогольное? Конечно, безалкогольное, сваренное, так, как оно должно быть сварено, то есть, 28 дней, дрожжи, хмель, солод, очищенная вода и технология. Тоже немецкое оборудование, тоже чешское оборудование. Все это то, что должно быть. Вот как оно должно быть, поэтому немцы его и берут, они прекрасно понимают, что этот товар правильный. Правильная, хорошая вещь. Вот. А вариант вот водораздела, который необходимо провести, и надо его проводить, и пока он не будет окончательно проведен в мозгах потребителей, да, вот до этого момента надо это повторять. То есть, есть огромная разница между так называемым экспресс-пивом, то, что заполонило, безалкогольным, разумеется, то, что заполонило сейчас практически все привавки. Вот разница между тем, что делает вятич, и большей частью того, что ты видишь привозной, очень проста. В первую очередь это ферменты. То есть, вот, буквально сегодня с утра разговаривая с шофером такси, да, мне как-то не нравится называть таксистами, не знаю, что-то в этой месте уничтожительное, не знаю, не знаю почему. Ну, я спокойно к этому отношусь. Ну, не знаю, это может быть моя есенкразия какая-то, да. Ну, вот, с шофером разговариваю, и он вспоминает, как они занимались, ну, мелкий бизнес, как всегда, там, 90-е, и вот они купили бочку пива, ну, не знаю, какое, не знаю, по качеству. Она у них скисла по дороге, пить не, выдохлась, пить невозможно. Для потребления купили это, да? Да, конечно. Нет, ну, не себе, не себе, на продажу, конечно. Ага, торгануть хотели. Конечно. Ну, что они сделали? Они взяли, вылили туда водки немеренно, мгновенно все ушло. Получился, как у нас говорится, ерш, так называемый. И очень печальное убеждение в том, что, а что, нашему народу-то все равно. Главное, чтобы по шорам било как-то, вот это было такое, вот это все, да. То есть, смысл очень простой. То есть, у людей до сих пор есть убеждение, что большинство, большинство, в принципе, не гонится не за качеством, ну, примерный продукт, вот тот, который должен быть, да и ладно. В моем понимании это совершенно не так. То есть, людей, которые сейчас ориентируются только, как бы, только на то, что было бы что-нибудь, да, их немного. То есть, сейчас все больше, то есть, есть возможность у человека выбирать. Это огромный плюс капитализма, который в кривом, косом, но все-таки присутствует на свете в том, что можно выбирать. Когда рынок насыщен. Да, да, да. Так вот, возможность выбирать, она ставит простой вопрос, если человек должен понимать, что он берет. Вот когда он берет это экспресс пиво, безалкогольное, разумеется, он берет ферменты, которые ускорили стандартное брожение безалкогольного, разумеется, пива 28 дней. Для того, что ты берешь килограмм ферментов, ну, условно говоря, кидаешь на 20 тонн напитка и получаешь 7 дней. То есть, вместо 28 у тебя брожение осуществляется за 7. Какая экономия, просто прелесть. А что там, на самом деле, долговременные последствия никого не интересуют, потому что, ну, это не секрет для профессионалов, все фармакологические компании спонсируют медицину. И исследования какие бы то ни... Сейчас ничего не перепутали. Нет. Фармологические медицины. Конечно, 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 ловы. Ну, о чем ты говоришь? Посмотри на наши аптеки. Нет, я понимаю, что там дьявол зарыт, скрыт. Да, так нет. В этих взаимоотношениях. Поэтому, естественно, исследования, договоренные влияния, никто из производителей этого экспресс-пива, безалкогольного, разумеется, транснационального, в первую очередь, они спонсировать не будут. Это дорогостоящая вещь, очень интересная. То есть, долговременные, рандомные, хорошие исследования, когда ты берешь группу и просто смотришь, что происходит с людьми, которые употребляют. Это было бы очень интересно, но это дорогое, большое, масштабное исследование. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь займется. Только британским ученым не будем доверять. Нет, британским ученым не будем. Мы уже в ВОЗ, не надо тоже доверять с этим. Отдельная песня. Ну, понятно, цель всего этого, да? Семь дней мы сокращаем этот срок. Семь дней сокращения. Цель это объемы, 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 объемы. Объемы дешевизна, дешевизна, дешево, много и дешево. Используется, ну, там же продавливаются, меняются под давлением лобби и все остальное, меняются постепенно технические регламенты. То есть, ты можешь в деже в сырье вводить элементы, которых никогда раньше не было. То есть, ты можешь делать на мальтозной патоке, на огромном количестве безалкогольных, разумеется, написано пивной напиток. То есть, это в принципе уже, это в принципе даже уже совсем не пиво, да? Безалкогольное, конечно же. То же самое происходит, вот ферменты, которые ускоряют морожение, это раз с 28 до 7, дешево, в три раза ты уменьшаешь расходы, правильно? Время, рабочая, электроэнергия, рабочая сила, ну, можно много чего говорить, да? Вот это ты сделал. Во-первых, ферментация. И второе, это мальтозная патока, вот то, что меня больше всего раздражает, честно говоря. То есть, не солод, а просто мальтозная патока. Ее много, она дешевая, опять-таки. Она дешевая, ее много. То есть, в итоге ты получаешь вместо безалкогольного, разумеется, пива, ты получаешь перебродившую, подкрашенную, сладкую водичку. То есть, ну, с запахом, да, с ароматом, ароматизатор у нас присутствует везде, это понятно. Результат. То есть, вот это все, ты, это все проходит ГОСТы. Никаких претензий со стороны нету никаких, все хорошо. То есть, вот этим потоком все это идет. И человек, который не понимает, что стоит на полке, он берет. Мы говорили много раз на тему того, что, ну, не может, ни в коем случае продукт, где ты задействуешь технологию людей, сложное условие, не может этот продукт стоить 29 рублей на полке магазина. Почему? Потому что магазин наценивает, ну, грубо говоря, 50%. То есть, и ты плюсуешь сюда стоимость тары, плюсуешь сюда доставку, ну, логистику всю. И получается, что у тебя отпускная цена в районе 10 рублей. За 10 рублей ты можешь купить водопроводную воду. Все. То есть, ты, она, безалкогольное пиво, вот это привозное, по акции, в каких-нибудь этих алкомаркетах, стоит дешевле, чем бутилированная питьевая вода. Это не, ну, тут союз пивоваров, можно вспомнить, которые говорят, что это дискредитирует продукт полностью. Опускает ниже пленку. Это невозможно, это не должно быть так. Почему так? Зачем так? Все. Ну, мы знаем этот механизм, мы его прекрасно понимаем. Этот механизм, это выдавливание местных производителей. Ну, тут мы можем сами, мы можем бесконечно говорить о том, как нас обижают злые транснационалы. Они обижают нас очень просто в расчете на то, что мы, как бы, умрем естественной смертью. То есть, потому что они собирают, ну, они задавливают демпингом. Я прекрасно понимаю, что наш потребитель, в отличие от западного, между прочим, он не разбирается. В Соединенных Штатах, эту статистику мне приводили недавно, я ее запомнил, 70% потребляемого местное. То есть, там не пьют привозное. Там пьют местное, то, что сделано местным. Вот политика сетей и политика производителей. Подожди, местное в масштабах вообще страны, целой конфедерации, либо в Штатах своими местными производителями. Нет, конфедерация, то есть, нет, понятно. Уровня государства всего. Нет, там есть то же самое, там же огромное количество переселенцев из Германии. Безусловно. То есть, американская экономика, это проценты 50 переселенцев из Германии. Посмотри фамилии производителей. Конечно, да. Так вот, тоже самое. Ирландцы. Да, 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 Хайнс. Ну, без разницы, кого там брать. Вот. Все это местное, местное, местное. Они прекрасно понимают. Ну, и дальше мы автоматически совершенно можем говорить. Вот помнишь, мы в прошлый раз поднимали тему патриотизма, да? Мы сейчас об этом и говорим, в общем. Ну. Продолжаем верить. Понимаешь, вот патриотизм американцев, патриотизм немцев, он понятен. Они прекрасно знают, что вот этот предприниматель. Он живет вот, вон он живет через два квартала, там, через три. Да, вон он по этим улицам ходит. Да, ну, не сынника Виталиевича Курагина. Действительно можно как-нибудь найти, гуляет пешком для здоровья по Карл Марксу. То есть, без охраны причем. То есть, в принципе, можно поймать и спросить, а как у тебя там с пивом-то, безалкогольным, разумеется, твоим сейчас происходит. То есть, человек здесь, здесь завод, здесь люди, здесь семьи, здесь места. Да, все это рядом. И к вопросу о слухах правящих, позитивных, непозитивных, все прекрасно. Если бы не было того, что этот завод здесь под боком, никаких бы слухов бы не было. Ну, какие слухи ты, мы говорили, какие слухи ты будешь распускать про какой-нибудь Бадвайзер там. Ну, о чем речь-то? В Америку Трамп, что ли, напишет письмо. Ну, как плевать в небо. Да, плевать в небо. А здесь все свое, значит, можно и как бы топтаться, кстати говоря, о проживании. То есть, это все абсолютно понятно. И это, я считаю, несмотря, кто бы что ни говорил, это, в принципе, хорошо. На нас обращают внимание. Нас любят, не любят. Но относятся к нам, есть эмоции. Все понимают, что это местное. Отлично. Вот с этой точки, к стартовой, мы пойдем дальше. Но вот с патриотизмом действительно засада почему. Потому что если бы, если бы наши чиновники, наши лидеры мнений, да, наши ведущие бизнесмены говорили, да, ребята, мы потребляем свое. Вот местное свое. Это имело бы колоссальный эффект, потому что бы, ну, население бы понимало прекрасно. Потому что, ну, люди все равно, они оглядываются на эти мнения, они прислушиваются к ним. Население бы само понимало. Ну, может быть, не все, но... Ну, часть, часть внушительная. Конечно, нет. Конечно же, мы ориентируемся. Ну, если это принято наверху, то это очень серьезный аргумент. У нас этого нет. У нас в лес и подрова. Причем печаль в том, что за этим не стоит ничего, кроме моды. То есть, ну, мы говорили, что со времен Советского Союза у нас вариант, когда, ой, вот иностранная джинсы, жвачка там и так далее, да. То же самое любой бренд, любой лейбл, любая марка. Ну, я помню фарсовщиков, я помню, как это все... Что-то вспоминаем сегодня о них, да. Да. Всю передачу. Ну, так нет, это был живой пример, когда ты мог за, знаете, шапку-ушанку и муртрешку взять у каких-нибудь бундесов там, да, у немцев, то есть взять джинсы и перепродать. Ти, это просто штанных вообще-то бумажных. Но на них написано Монтана. Фирма. Фирма, и вот она стоит. И то же самое с пивом, то есть безблаговольным, разумеется. Вот ты в магазине видишь, там написано, не знаю, Хайникин, Бадвайзер. Ну, беда заключается в том, что этот Хайникин, этот Бадвайзер на каком-нибудь заводе Окская в Нижнем Новгороде, ребята, на том оборудовании, которое, значит, 50 лет советской власти, а я знаю. Вот, то есть это, ребят, это не Бадвайзер, не Хайникин, это лицензия Бадвайзера и Хайникина. А лицензию можно толковать, трактовать и так далее. То есть вау, 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 вау. И когда наш человек, вроде бы не глупый человек, чиновник, предприниматель, воровато берет, ну, я тебе рассказывал, как-то в метро ловил пару ребят, где ловил это, неправильно сказать? Когда они идут и встречают тебя, и ты видишь, что они другой продукт несут с алкогольным. Они знают, что я работаю на вячий, как человек, аффилированный с вячем, сейчас спрашиваю, ребят, неужели же, как вы могли? А у них там в корзиночке, знаешь, эти самые, не наши, понимаешь ли. Причем я знаю, что они взяли не лучшее. Дело в том, что действительно есть сорта, есть сорта. Ну, они стоят там 200-300 рублей примерно, да? Есть сорта, которые действительно настоящий экспорт. То есть действительно то самое немецкое, бельгийское, есть они. Но подавляющее большинство, ну, редчайшее, редкое, ну, не редчайшее, а редкое исключение, когда в районе сотни, да, там, 70, 80, 90, 100 рублей, да, ты можешь ухватить что-то действительно привезенное из Германии, более-менее настоящее. В остальном, ребята, это немножечко не то. Это даже, я бы сказал, это совсем не то, что покупают в Германии. Вот. То есть, ну, и почему человек берет, потому что этикетка на иностранном языке яркая, красивая. Потому что, когда его спросят, а ты что употребляешь? Ну, я там, хайникин, изродка, ну, вот это вот все, да. Володь, слушай, у нас две минуты до рекламы, я сейчас поймал себя на мысли, мы, ну, ты по большей части, разумеется, говоришь о вещах, очень серьезных, очень важных, о которых, да, стоило бы задумываться здравомышлящему человеку. У меня такая мысль возникла, что мы вот процедуру, да, потребления безалкогольного, конечно, превращаем в что-то очень сложное такое, да. Ведь вот представить человека, он идет в магазин и покупает пену для того, чтобы, ну, почувствовать вкус, насладиться им, да, расслабиться, получить положительные эмоции, заряд чего-то там хорошего. Вот мне бы хотелось, чтобы сейчас ты обратился к конкретному кировскому покупателю, и вот прям ему в нескольких словах обрисовал, о чем надо задуматься, когда ты делаешь свой выбор, дорогой ты мой человек. О двух вещах, об удовольствии, которое ты сейчас получишь на самом деле, не созерцая этикетку, а пробуя продукт, доверяй своим рецепторам. Не надо доверять, причем не зрению, а вкусу, да, вкусу, запаху, ощущению того, как ты это делаешь. Вот когда ты, как бы, перестанешь быть жертвой рекламного внушения в виде этикеток, рассказов по иностранным и все остальное, а просто будешь доверять своим ощущениям, это раз. И второе, задумайся, ну на секундочку, сколько это стоит на самом деле, и каковы последствия на здоровье на самом деле, если ты пьешь суррогат. Ну то есть нет, понятное дело, если у тебя задача сэкономить 20 рублей, хорошо, молодец, ты сэкономишь буквально, ну за год ты сэкономишь, грубо говоря, там, не знаю, ну тысячу, ну полторы, да. Потом ты отдашь 20 на лечение. Ну вот так. То есть это не экономия, ты вытаскиваешь деньги, и пытаясь экономить, ты вытаскиваешь деньги из своего кармана. Вот я бы говорил еще раз, то есть первое, это удовольствие, второе, это цена, по которой она должна быть на самом деле. Не может он продукт хороший, качественный, стоить столько же, сколько водопроводная вода. Не может. И третье, подумай об экономии, ну здравой такой, правильной, долговременной. Ну вот как бы образ жизни тоже надо как-то вести, ну разумно, я считаю. Ну хорошо, нарисовал хорошую картинку, да. Примерно, да, да. Кстати, мы послушаем ведь реальные голоса, да, наших слушателей, мы договорились, что после рекламы будем подключать конкретных людей. А, то есть у нас звонки в эфир. Да, будем спрашивать их о взаимоотношениях их с безалкогольным пенным напитком, какое они потребляют, почему, да, об этом уже после рекламы. Ну давай, хорошо, попробуем, давай. Группный план. Продолжается наш разговор с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Вятич». И, разумеется, надо напомнить номер нашего прямого эфира 211-101, хотим мы узнать ваш вкус и ваше предпочтение, что касается пенного безалкогольного напитка. Конечно, только безалкогольного, да. Кстати, по поводу немцев-то забыл еще уточнить, вот сейчас с периодичностью раза в две недели, да, пошла вся эта история. Да, пока, да. Насколько долгосрочно это все? Я не знаю, я не уточнял этот вопрос. Я просто не уточнял этот вопрос, кстати, надо будет выяснить. Но пока этот контракт возобновляется, знаешь, там стандартный вариант, то есть договор о сотрудничестве и заказы, заказы, заказы. Пока они идут с периодичностью две недели. И, честно, ну мы можем больше, что называется, это будет интересно достаточно. Плюс это пока один сорт, посмотрим, что дальше будет. О котором мы рассказывали, ну давай в двух словах напомним. Нет, там Жигулевская банальная, безалкогольная. Этикетку сами они разрабатывали, да. Этикетку делали немцы, да. Ничего это у вас не стоит на складах, потому что по договору вы должны сразу все это отправлять. Ну, трехлитровая тара, запрещенная в Российской Федерации. Мы не имеем права ее хранить, мы сразу отгружаем. И немцы забирают самовыездом, совершенно правильно. Ну давай послушаем, пообщаемся с нашими слушателями. Да, тоже задавай вопросы, да, интересуйся, то есть наравне мы тут можем. Ну давай, хорошо. Пытай наших слушателей. Алло, добрый день, вы ущери, как вас зовут? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Альберт. Альберт, скажи. Вот вы тут рассказываете о стране Вятича. Нас тут двое, Вадимеров, да. Который Маматов тут, который за Вятич. Да, я понял. Да, да, слушай, слушай, да, да. Вот смотрите, я вот Вятич не признаю. Мы с ребятами в основном берем немецкое пиво. Хайникин, Кавжак, Стелла. А вы вот тут про Вятич рассказываете. Чем оно лучше? А мы вас хотим спросить сначала, почему именно они, а почему не Вятич? Чем обосновываете это? Чем себе объясняете это? Я Вятич вообще не пью. Мне ребята сказали, что это... Оно у нас не котируется, понимаете, в нашей компании. Мы вот берем упаковку Ханихина, пьем. Хорошее пиво, вкусное. Вятич не пью. Я слушаю вас и удивляюсь. Да, я просто сейчас пытаюсь перевести, более как-то распространенно, что ли, обоснованно ответить. Ну вот не принимаем мы и все. Честно говоря, мне такой ответ не устраивает. Стоп, Альберт, а когда последний раз вы Вятич вообще пробовали? Ну тут недавно, ну может лет пять назад максимум. Недавно, неплохо, недавно. Ну не помню, не пью, не пью. Нет, стоп. Но друзья говорят, что оно не очень. Что вы там берете? Ну, друзья, понятно, это групповое мнение. Хайникин, немецкая. Или какое оно? Заграничная. Заграничная. Харсберг. Стелла. Заморская. Заморская. Ну вот то, о чем мы говорили, как раз тот самый вариант. Да, импортная. То есть... А этикеточку читали этого импортного, нет? Не читаю вообще. А написано Хайникин. То есть вы четко ориентируетесь на бренд. То, что вы перечислили, вы этому полностью доверяете. И вот оно в вашей компании приемлемо. То есть где оно на самом деле производится, неизвестно, да? Естественно. Это в Европе, наверное. То есть за 39 рублей в магазине красное и белое стоит... Будешь, Владимир, объяснять, где оно производится? Ну, если я правильно помню, Карлсберг, это Балтика, это Питер. То есть за 39 рублей увидеть немецкое... Да ладно? Это не да ладно, Альберт. Так на самом деле и есть. Оно производится в городе Санкт-Петербурге, бывший город Ленинград. Это Карлсберг. Хайникин я не помню, Стеллу не помню. Но я абсолютно уверен, что такие города, как Клин, Тверь, я думаю, может быть, Нижний Новгород, там, не знаю. Ну, надо посмотреть по карте. Ну, небольшой разброс. Скорее всего, везут в Киров из каких-то близлежащих регионов. Там зачем логистику усложнять? То есть это наше советское пиво, безалкогольное, разумеется. Мы не имеем права говорить об алкогольном, да. А то, что я был в Турции, в Египте и пил его там? И? И? А когда? О, были в Турции, а когда были-то? Ну, года два назад. А, ну, хорошо. Так, а подожди, для чего этот пример прозвучал? Для того, что вкус идентичен? То, что вы пили в Турции и то, что здесь покупаете? Ну, да. А вот заграничное качество одно должно быть. А, должно быть. Должно быть или на самом деле? Вот, может быть, все-таки вспомните почетче? И то, что вы пробовали в Турции слегка отличается от того, что вы пробовали здесь? Вообще, в Турцию, по-моему, не для того ездят, чтобы пить хайнику. Чтобы дегустировать исключительно. Ну, Альберт, понятно. У меня к вам большой человеческий абсолютно такой от души совет. Вот вы берете баночку, вы ее не сразу откладываете там в сумочку, в корзинку и идете к кассе. Берете баночку и смотрите этикеточку. А на этикеточке там легко, ну, со зрением, надеюсь, не плохо. Вот, судя по голосу, вы человек молодой. Вот, значит, вы там найдите, где произведено. Вот адрес производства найдите, прочитайте. Сегодня же прям почитаю. Вот, 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 сегодня пойдете, значит, за любимым Хайникин или Стелла, там, без разницы, вот пойдете за любимым, гляньте, где... Сегодня не продаются, хотел сказать. А, сегодня же второй июнь. Второй июнь уже, да. Володя. Да. Володя. Безалкогольный. Безалкогольный. Безалкогольный, да. Это тревожная нота, у тебя перепутанная дата. Простите, да, что-то во вчерашнем дне еще осталось. Да, алкоголизм. Алкоголизм Бродининый. Так вот, пойдете сегодня, обязательно посмотрите, где сделано. И еще посмотрите срок годности. Всегда приятно, когда знаешь, сколько на самом деле должно храниться. Это прекрасное Хайникино, это Каек, заграничный, конечно. Альберт уже побежал. Да, Альберт иссяк. Да, я тут. Нет, Альберт, мы это все к тому, чтобы просто выяснить ваше предпочтение. Не осуждать, просто услышать голос. Ни в коем случае не навязываем. С ребятами там поговорите, может быть, их заинтересует. Может, они коллективно выяснят, где там производят Хайникин, Карсберг, СЭО, на каких заводах. А еще, если, конечно, дружите с интернетом, залезьте, посмотрите, в каком году эти заводы модернизировались. Потому что Вязич модернизируется неправильно с 98-го года, а на очень многих промплощадках, которые это делают. Как в 96-м их взяли, те же американцы, те же датчане, голландцы. Вот то же самое все. Всем удачи, спасибо вам за звоночек. Спасибо, Альберт, наш слушатель. Спасибо. Ну, вот, слушай, меня это поразила фраза, я не ожидал такого. Какая именно? Ну, а что, ну, скажи, пожалуйста, ну, что это такое еще? Ну, вот, я встречал несколько раз, например, беседуя с одним очень, как сказать, обеспеченным человеком в Кирове, да? Говорит, о, начали бы вы выпускать вот что-нибудь, рублей по 150 хотя бы было. Так начали видеться, пожалуйста. Нет, ну, это пробный шарик. Ну, это ладно, русский имперский стаут еще, как говорится, покажет, я уверен, безалкогольный, конечно же. Так вот, этот высокопоставленный, обеспеченный человек говорит, ну, вот, когда будете, я буду пить по 150, потому что ему, как бы, вот это... Претит. Претит. То, что дешевле. Для всех, это, фу, это мавитон. Вот тот же самый механизм и с привозным, то есть, ну, мы его не можем в одно движение перебить, ну, просто не можем, мы вынуждены без степ-бай-степ двигаться, ну, так где-то. Хорошо, давай еще пообщаемся, давай услышим еще одно мнение. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут, скажите, пожалуйста. Здравствуйте, меня Александр зовут. Александр, очень приятно, тут два Владимира, да. Александр, буквально две минуты, время лежит. Да, 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 да. Ваше предпочтение в пенном напитке, безалкогольном, конечно. Что предпочитаете? Ну, пенный напиток, да, люблю. Нет, Александр, вы откуда сами? Да, откуда, кстати, да. Так, Киевская область, изывки. О! Я там жив две недели в 2004 году на выборах, я помню. Этот прекрасный во всех отношениях. Так, и что, как у вас там? Хороший город, да. Так, ситуация с выбором, напитка складывается. Так, что, люблю, вятич люблю, вот, безалкогольная тоже, в общем-то, вятич люблю. Вот. Вопрос-то, вопрос-то какой у вас, о чем? Не-не-не, мы мнение хотим выслушать. Вот, предыдущий звонивший сказал, что он категорически вятич не приемлет, в том числе потому, что в его компании, друзей, наш производитель родной не котируется. У вас какие аргументы в пользу того, что вы именно, вот, вятич вы сказали, да, безалкогольный предпочитаете? Почему? Объясните, почему. А, так, что мы с парнями покупаем? Вкусное пиво, такое, ну, безалкогольное. Вкусное. Читаем состав, так, натуральный. Если берешь свежую дату, то вообще прекрасно. Александр читает, что написано. Да, судя по всему, человек-то все-таки, по крайней мере, среднюю школу закончил. Ну, хорошо. Да, у меня на самом деле вопрос, я не просто так... Да, да, да. Да, поздно. У меня, смотрите, я слышал про летнее пиво, вот, ну, безалкогольное. Ну, оно с 13 мая реклама идет. Да, вот, слышал, даже пробовал с парнями, вот, в Кирове, ну, был когда. Вот, у меня такой вопрос, у нас в взывке, в общем-то, такая проблема, нас вообще вятич плохо представлен, у нас в основном сети, ну, эти, там, красная-белая, там, пистоль, магнит, пятерочка, у них выбор-то очень маленький, вятича. Ну, в красном и белом вообще нету. Вот, когда летнее-то было там? То есть у вас на родине, где вы живете, в Зуевке, вам хотелось бы видеть летнее 31 безалкогольное, вот вопрос. Ой, Александр, вопрос. Ну, и тему, конечно, вы сейчас затронули в отношении с сидями. Абсолютно, потому что вариант, вот тут, как говорится, все в руке Божьей и в нашей настойчивости тоже, конечно. Потому что ни магнит, ни пятерочка, ну, это вот те, с кем мы более-менее как-то работаем. С Бристолем тоже что-то есть, но с красным вообще ни о чем. Но самое главное, эти ребята, это бюрократия, то есть они будут месяцами, вот, если даже их давить, пробивать и так далее, они все равно быстрее, чем за месяц, два, три, ничего не поставят. То есть это... Так, подождите, лето уже закончится, а летнего еще не будет или что? Ну, в городе Зуевке, как это, в городе Сочи темные ночи, а в Зуевке не знаю, какие они, но тоже очень печальные, потому что вы оказываетесь без летнего. То есть я не знаю, успеем ли мы хотя бы в августе его туда завести. Пух, могу только советовать затариваться в Кирове, все. Пока, по крайней мере. То есть раз уж вы проездом здесь, берите там две-три упаковки и потом еще раз. Чемночный бизнес, можно перепродавать с наценки, если там есть спрос. Так, что-то, видимо, так придется, там, газетку взял, закинул, парни тоже порадовал. Вы просто смотрите, вы там на Вятище-то подумайте, вот, я вот тут свидетелем был на майских праздниках, у нас глава района, он, между прочим, вот не Вятище покупал, а Житецкий гусь, он тоже там. Безлокогольник. Ладно, вы как бы что-то там поритайте, потому что Вятище нужен. Глава района Житецкий гусь, простите, будем надеяться, что этот достойный человек простит эту маленькую шутку. Это к вопросу того, что как человек не прилагал никаких усилий для того, чтобы Вятич оказался в Красном Белом, в Брестоле, хотя это его территорию, и уже мог бы что-то сделать, хотя бы посоветовать, да, помочь. Вот, он от их усилий не делал. И сейчас он покупает то, к чему он не прилагал никаких усилий, вот и все. То есть, глава района Житецкий гусь, нормально, пусть будет так. Александр, спасибо, что дозвонились. Спасибо большое. Разбавили красками. Спасибо, Владимир, и вам. Да, так, на наш эфир, но вот еще один, да, ситуация разная, конечно. Вот предпочитает человек, ну вот, да, с представленной продукцией Вятич, проблема. У нас пара минут остается всего лишь. Мы не успеем, видимо, уже ни с кем пообщаться. Итог надо подводить уже. Ну, в следующий раз просто анонсировать надо раньше. Ну, ладно, единственное, что в заключении я, как всегда, должен сделать рекламную паузу. В компании, помнишь, я в прошлый раз говорил про Альпин? Да, да, вот, замечательно. И когда он откроется, еще не открылся. Это Карл Марксус 191, телефон, по-моему, 21-13-14. Вот, Светлана Курагина, которая возглавляет этот центр. Она надеется, что там будет наплыв посетителей, потому что это возможность получить все то же самое, что на море, которое в этом году, кстати, мы, скорее всего, и не увидим толком. Карл Вавуары мы вспоминали в предыдущей передаче. Да, 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 но там много чего можно вспомнить. И искренне советую. Два с половиной часа релакса. То есть пока можно звонить, узнавать, когда, собственно, начнется прием посетителей. Пока, пока найдите инстуальпиновскую, найдитесь. В общем, подготовьтесь. Да, подготовьтесь, морально подготовьтесь. Взбодрите себя внутренне. Ну, вот это, собственно, маленький-маленький такой рекламный штришок все-таки. Хотя, конечно же, завод занимается только, естественно, одним безалкогольным пивом. Ну, «Квас» — это отдельная песня, мы его как-нибудь затронем в следующий раз. Ну, в целом, я думаю, следующее. То есть год, полтора, два, три, но мы в итоге получим тот результат, который мы хотим. То есть у нас будет та аудитория кировчан, которые понимают, что они покупают. Вот где-то так. На этом мы сегодняшнюю беседу с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Ветич» завершаем. До встречи вас в следующий вторник, точно так же в час дня. Да, ну, все. Большое спасибо, всем удачи.